Девушки отдыхают Перестаньте смеяться, надо мной раздражает Отпусти меня, генерал Прибыл принц Цзинь Попроси его подождать в кабинете Да Нелепость Как он смеет заставлять меня так долго ждать Гу Юнь Фань Простите за ожидание До меня дошли слухи, что после женитьбы Твоя рана быстро заживает Я думаю Это повлияло госпожа Гу Спасибо за заботу Я еще не полностью здоров Если вас интересовало только это Прошу, возвращайтесь Гу Юнь Фань Следи за манерами Я прибыл сюда по приказу императора Как ты смеешь просить меня уйти? Если не желаешь моей компании Госпожа Гу Может заменить тебя У нас иные традиции приема гостей А я бы ввел иные традиции Наша семья негостеприимна Прочь Гу Юнь Фань А у нее ведь совсем неблагородное происхождение Сказать по правде Она просто самозванка Которую заполучил премьер-министр Ся Гу Юнь Фань Вот увидишь Я заставлю тебя Заплатить вдвойне за мое оскорбление Идем Генерал Я стала причиной твоих неприятностей Не обращай внимания Ты ведь все-таки моя жена Те, кто тебя не уважают Расплатят за смертью Он выглядит безжалостным И в некотором роде очаровательным Нелепо Кто-нибудь Гу Юнь Фаня и его жену во дворец немедленно Приветствую вас Ваше Величество Гу Юнь Фань Признаешь вину? Я не знаю, что я совершил Прошу, разъясните Гу Юнь Фань Не притворяйся невинным Я рассказал отцу Все, что сегодня произошло Вы о том, что жаждали компании Моей красавицы жены И о словах неуважения в ее адрес Не слыхано Неправда Чтобы узнать правду Мы можем попросить всех, кто был там Рассказать, что было на самом деле Пожалуйста, не верьте ему Я этого не делал Хватит Цзэцзянь первым проявил неуважение Теперь ты под домашним арестом И не покинешь дворец, пока я не разрешу А насчет госпожи Гу Должно быть, она неправильно себя повела Связать и выпарать 20 раз Нет Как смеешь? Гу Юнь Фань Сомневаешься в моем приказе? Я не смею Только хочу сказать, что моя жена хрупка И не перенесет наказание Пожалуйста, лучше накажите меня вместо нее Гу Юнь Фань Не думай, что я не накажу тебя Только из-за твоих многочисленных побед на войне Я просто хочу защитить женщину, которую люблю Я не пытаюсь настроить вас против себя Прошу, поймите это Ты? Император, принц Дишень хочет вас видеть Зачем это? Не впускать? Принц Дишень сказал У него важное сообщение Ладно Отец, приветствую тебя Хватит Что произошло? Отец, королева Ваэлян узнала, что наша страна дала отпор Байронгу Они прислали к нам послов с подарками Сейчас они ждут в общем зале Да это же отлично! Здорово! Это просто великолепно Мое имя Тяньшен теперь будет известно повсюду Я оправдал доверие бывшего императора Гуиньфань Учитывая твое ранение Я не буду тебя наказывать Уходи Отец! Молчать! Немедленно возвращайся к себе Ваше Высочество, у вас изящные манеры Вы благовоспитаны и тактичны Вы такой необыкновенный человек В отличие от принца Дзэццяня Я польщен Мой брат просто немного вспыльчив В любом случае, на этот раз я в большом долгу перед вами Если вам понадобится какая-то помощь, просто скажите мне Вы очень добры Все в порядке Что ж, мне пора Ну что не так? Почему ты злишься? Отпусти меня! Отпусти! Я тот, кто защищает тебя А ты благодаришь другого мужчину И весело смеешься вместе с ним Сядь, Дзюэр За кого, черт возьми, ты меня принимаешь? Конечно же, ты мой человек Приназвешен не родственник и не друг Он помог нам Разве не нужно говорить слова благодарности? Генерал, ты что, меня ревнуя? Не нужно так кричать Прими это как благодарность за спасение моей жизни Прими это как благодарность за спасение моей жизни Я просто хочу защитить женщину, которую люблю Я не пытаюсь настроить вас против себя Прошу, примите это Проехали Прикalyп Продолжение следует... Прикalyп 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 Магия восстановилась лишь на 10%. Что, черт возьми, происходит? Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. С тобой всё хорошо? Просто продолжай упражняться с мечом. Действительно, не может быть всему виной такая нелепая причина. Нужно действовать постепенно. Тридцать процентов моей магии восстановилась, значит я просто слишком много думала прежде. Просто раньше я не была в человеческом мире и ещё не приспособилась. Госпожа, седьмой принц здесь. Седьмой принц? Что он здесь делает? А где генерал? Он вместе с Джоусянем ушли по делам. Мне отослать принца подальше? Ничего-ничего, я всё ещё перед ним в долгу. Попроси его подождать на заднем дворе. Слушаюсь. Ваше Высочество, спасибо, что помогли мне в прошлый раз. Не стой благодарности. Предлагаю выпить за это до дна. Думаю, можно немного выпить. Прекрасно. Вы заставляете меня завидовать господину Юньфаню, столь прекрасная жена. Если госпожа не против, выпив чашу до дна, мы станем с вами одной семьей. А? 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 Плохо себя чувствуете? Госпожа, что здесь происходит? Брат Юньфань. Генерал. Генерал, наконец-то я нашла вас, генерал. Где ты был? Принц, моя жена плохо себя чувствует. Извини, что не могу остаться с тобой. Джоусянь, проводи гостя. Да. Брат Юньфань, я... Ваше Высочество. Прошу. Аккуратно. Генерал, я так сильно хочу спать. Ладно, заходи. Средь бела дня позволяет такие фривольности. Совсем стыд потеряли. Госпожа, Сяудзюэр нас обманула. Похоже, я её недооценила. Генерал, на самом деле, я не третья дочь премьер-министра. Молчи. Я всё знаю. Раз уж ты знаешь, почему не раскрыл мою личность? Ты не боишься, что я причиню тебе вред? Ты пришла вернуть долг. Как ты могла причинить мне вред? Откуда ты узнал? Я только помню, что 10 лет назад я спас маленькую девочку. Остальное ты рассказала. Когда она пилась и показала свои лисьи ушки. И сказала, что пришла вернуть долг. Неужели я всё это неправильно понял? Но я... Я просто дух, который приносит тебе только неприятности и несчастья. Вот кто я такая. Я тебе всё ещё нравлюсь. Я всё ещё нужна тебе? Нужна? Ты нравишься мне? Это не из-за приказа императора. Или чего бы то ни было ещё? Ты мне и правда нравишься. И не важно, человек ты. Или дух. С тех пор, как ты вышла за меня, ты принадлежишь мне. До конца наших дней я буду защищать тебя. Да. Держись. 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 Значит, вы оба здесь. Сбился с ног, пока искал. Кто ты такой? Почему ты ранил её? Убирайся. Не твоё дело. Я хочу её спасти. Никто её не тронет. Ладно. Хотел быть вежливым, но... Не выйдет. Молодой господин! Я здесь. Сестрёнка. Мой генерал. Красивый и обаятельный. Нежный и милый. Спасибо небесам. Я готова отказаться от бессмертия, чтобы прожить с ним всю жизнь. Сегодня я собираюсь рассказать вам историю Гу Юнь Фаня, генерала армии Джейн Бэй. Прошу, наслаждайтесь. Здорово! Здорово! Бэйронг вторгся на наши земли. Командующий с северо-запада был бесполезен. Мы потерпели много поражений. Генерал, что мы здесь делаем? Разве ты не говорила, что тебе скучно дома? Вот я и взял тебя с собой на прогулку. Захватчики разбежались как крысы. Он никогда не проигрывал. К сожалению, генерал Джейн Бэй был ранен в сражении, и ему пришлось вернуться в столицу. Его Величество пожаловал ему титул и жену. Однако, ранение генерала Гу было тяжелым, и ему предсказали скорую смерть. Но неожиданно, после того, как генерал Гу женился, его здоровье с каждым днем стало улучшаться. Говорят, что теперь он даже может встать с кровати и ходить. Разве? Это не удивительно? Да, это так. Ну, на мой взгляд, госпожа Гу могла оказаться великим медиком. Она способна возвращать мертвых к жизни. Тьфу ты! Великий медик? Она околдовала генерала. Хитрая лиса. Откуда она узнала, что я лиса? Нет, нет, нет. Я слышал, что у госпожи непримечательная фигура. Кроме того, у нее обычное лицо и вялые глаза. Генерал Гу совсем ею не интересуется. Верно. Его могут заинтересовать только такие девушки, как я. Это чепуха. Жена генерала Джин Бэя не может быть опорочена вашей клеветой. Ваше Высочество. Идем. О, господин и госпожа Гу. Рад видеть. Хватит церемоний, присаживайтесь. Генерал, пожалуйста, выпейте немного чаю. Как у тебя дела в последнее время? Спасибо за заботу. Со мной? Все, дорогая, твой чай чудесен. Не стоит благодарности, дорогой. Интересно, слышали ли вы, что... Когда войска Бейронга были отброшены назад в степи, они тайно перегруппировались для нового вторжения. Вы должны сообщить об этом Его Императорскому Величеству. Я уже сдал свой знак военачальника. И больше не отвечаю за армию. Брат Юньфань служит в стране. Неужели отец прислушался к придворным и лишил тебя звания? Я сбит с толку. У Его Величества были свои причины на это. К тому же, теперь я свободен от обязанностей и живу беззаботно. Брат Юньфань, не скромничай. Все это знают. Сто тысяч элитных воинов на границе подчиняются только вам. Имя Гу Юньфань имеет больше власти, чем знаковая начальника. Принц, прошу, осторожнее в выражениях. Он испытывает Гу Юньфаня. Похоже, седьмой принц. Не так прост, как кажется. Приношу извинения. Я просто чувствую несправедливость по отношению к тебе. Прошу, не сердись. Спасибо за беспокойство. Как же здесь скучно, генерал. Дорогая, как насчет того, чтобы прогуляться по рынку? Хорошо. Генерал, на рынке могут быть шпионы. Я боюсь, что... Все в порядке. Пойдем. Идем. Купи это. Вот деньги, возьмите. Покупаем. Я оплачу, оплачу. Покупаем. Возьмите оплату. Ой, госпожа, я уже не могу это нести. Берем, берем. Свежая свиная вырезка. Утром еще бегала по двору. Идеально для Жиркова. Госпожа, нам не нужно покупать это, правда? Я возьму все, купи это. Конечно, я опакую для вас. Вы так великодушны. Вот, возьмите деньги, свинину оставьте. Ох, ладно, без проблем. Посмотрите, разве мы не правы? Она настоящая лисица. Околдовала генерала Гу. Господин Гу, вечно вы влюбляетесь в таких уродливых женщин, как она. Я так разочарована. Ничего себе. Оказывается, госпожа Гу такая красавица. Неудивительно, что генерал Гу вернулся к жизни. Я бы на его месте тоже не хотел умирать. Ну и ладно. Расходитесь, расходитесь. Я приготовила для вас чашку зелёного чая и принесла, чтобы вы попробовали его. Вы только оправились от болезни. Это полезно для вашего тела. Не стоит. Что ж, тогда я откланяюсь. Генерал. Прочь. Без моего разрешения не входи. Слушаюсь. Генерал! Гене... Генерал! Чего такая счастливая? Видеть тебя делает меня счастливой. Правда? Да. Генерал! Гене... Что? Есть новости? Что? Генерал! Понял. Дорогая, у меня срочное дело. Отдохни пока здесь. Ступай, ступай. Идём. Да. Он украдкой поцеловал меня. Так нахально. Тебе следовало остаться на границе. Зачем вернулся? Я беспокоюсь о твоём здоровье. Генерал, ты чувствуешь себя лучше? Не твоё дело. Пока я был на границе, сходил с ума, зная о твоём ранении. Как ты можешь быть таким холодным? Ужас. Лучше вернусь на границу. Ты всё ещё здесь? Гу-юнь-фань. Румянец на твоём лице. Кровь бушует внутри тебя. Огонь похоти в твоих глазах. Незнакомый аромат на твоём теле. Ты держал красавицу в объятиях. А я помешал тебе, верно? Ну и пусть я разозлил генерала. Эта молодая госпожа Ся, видимо, очаровала тебя. Она невероятна. Да? Расскажи. Нечего рассказывать. Хватит разговоров. Давай к делу. Военный советник Су. Ладно. Пару дней назад жпион Бейронга проник в город Люе. Он попал в мою ловушку. Он непростой человек. После пыток я узнал один секрет. Этот секрет касается тебя. Эй, скажи что-нибудь. Что-нибудь. Правитель Бейронга ненавидит тебя и приказал убить. Убийцы Бейронга тайно отправились в столицу. За тобой. Сколько их? Много. Понятно. Ты что, совсем не волнуешься? А какой смысл? Когда они придут, у меня будет решение. Мой дорогой генерал, вы понимаете, в какой вы ситуации? В вашем особняке Джоусянь чуть больше дюжина охранников. Очевидно же, что вы будете в меньшинстве. Как вы их одолеете? Может быть, у тебя есть идеи? Я останусь здесь. Защищу вас. Ты? Если я правильно помню, даже меч слишком тяжел для тебя. Как ты защитишь меня? С помощью этого? Сучинь Юй. Тебе пора ложиться спать. Остановись. Ночь ведь длинна. Я не хочу спать. Как насчет поболтать? Со мной при свечах. Поговорим о военных стратегиях. Иди прочь. Бессердечный, неблагодарный. Тогда я уйду. Сядюер, ты, мерзавка, решила шутки шутить со мной. Я заставлю тебя страдать. Госпожа, Лёха Уси, ты что делаешь? Госпожа, колдовство. Почему ты намеревалась уколоть его? Это мой кролик. Это всего лишь животное. Я могу делать с ним все, что я захочу. Тебя это не касается. Все существа в мире равны. Нет разницы между животными и людьми. Вы, люди, не имеете права лишать жизни животных. Вы? Люди? Ранее я обещала помочь тебе и генералу быть вместе, но теперь мы с ним влюблены друг в друга. Я не могу выполнить обещание. Я пришла извиниться перед тобой, но сейчас это кажется ненужным. Сяомань, пойдём. Да. Госпожа, с вами всё в порядке? Я в порядке. Тебе нужно будет доставить очень важное письмо. Помни, тебя не должны видеть. Слушаюсь. Сяомань, то, что ты видела, было просто... Госпожа, я ничего не видела. хорошая девочка. Какую награду ты хочешь? Булочку на пару. Сяомань, ты знаешь, я никогда не смогу понять, что такого хорошего в булочке на пару? Сытость. Хорошо. Десять булочек на пару. Пятнадцать. По рукам. Пойдём. Так вкусно? Конечно. Булочка на пару самая лучшая. Замрите. Лисий дух. Лисичка, как ты посмеловать его особняк генерала? Чего добиваешься? Праздный даос. Это не твоё дело. Давненько я им не пользовался. Надеюсь, ещё работает. Пять звёзд гасят свой свет. Боги и святые, защитите мою душу. Враг мой да будет поколён мне. Демоны в пяти царствах пусть погибнут. Боги, что на моей стороне, пусть выполнят мой приказ. Моя магия ранила тебя, но ты не превратилась в лесу, а твой уровень высот. Говори, что ты делаешь в особняке генерала? Я... Это не твоё дело. Что ж, тогда я оставлю манеры. И пусть демоны погибнут. Прости. Я должен был сказать Ченьюю раньше. Он твой хороший друг. Нас многое связывает. Он что, сумасшедший? Это же дух лисы. Человек и дух вместе. Почему нет? Какая разница, дух она или человек? Даже ты околдован. А это лиса. Мастер в искусстве соблазнения. Я не уверен, сумасшедший генерал или нет, но я знаю, что с тех пор, как они поженились, он улыбается больше, чем вообще когда-либо раньше. Убийца. В чём дело? Останься здесь. Генерал, я убил всех убийц. Всё, как я и ожидал. Это план Бейронга. Генерал, 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 ты в порядке? Почему ты вышла? Я верил тебе лечь. Я беспокоюсь о тебе. Эй, подожди. Чего тебе? Су, су, су чинь юй. Су чинь юй. Хотя я больше всего ненавижу даосов, но вы с Гуиньфанем хорошие друзья. Следовательно, я вижу в тебе и своего друга. Хорошо, я просто вернусь на границу. С глаз, дало и сердце, вон. Берегись! Генерал! Генерал! Генерал!